Это прекрасно, что такие парни, как ты, есть. Потому что у нас не будет конкурентов. Ну, ладно, чтобы не говорить, приезжайте к нам, там, мы вам поможем, расскажем. Ну, есть базовые вещи, есть базовые вещи, как вы правильно заметили. Вы правильно подметили, что есть внешние факторы определения, не только шиномонтажа. Любой сфере услуг, сфера услуг подразумевает, да, какое-то отношение к клиенту. То есть вас обслуживают, лично вас стригут, я не знаю, там, что-то делают, бреют, помогают вам как-то привести свое тело в форму, поддержать там диету, сделать зубы, ну, я не знаю, да, там, что угодно. Починить ваш автомобиль, оказать там ремонтные работы у вас дома. То есть вы будете всегда обращаться куда-то, пойти к химчистку отдать. Вы в любом случае, и тот же шиномонтаж, ну, как бы в любом случае, пока не попробуете, не поймете. Это самый простой принцип. Но есть внешние факторы, по которым вы будете выбирать там, где можно пробовать, а где вы не будете пробовать. Вот я как шиномонтажник уже достаточно старый, да, не знаю, откуда это у нас, мы понимали, что... Почему к тебе едут люди в один шиномонтаж, никто не задавался вопросом, а в другой не едут. Почему? А потому что, может быть, просто человек зашел, а вот на рабочем столе, это из моей практики, сидит детина. На рабочем столе, на нем не надо сидеть, это для сборки шин. Сидит детина, здоровый такой, как ребенок, но недоразвитый, большой, с жопой, в комбезе грязном, все в грязи, в песке. И из миски ест макароны ложкой, которые у него в отсутствии слюнявчика лежат на его огромном животе. И с грязным жирным лицом он смотрит на меня, а я пробил колесо и захожу в шиномонтаж с улыбкой. Говорю, здравствуйте, братушка, помоги колесо отремонтировать. Он мне говорит, ты что, блядь, не видишь, я ем. У меня обед. Я говорю, приятного аппетита. Это прекрасно, что такие парни, как ты, есть. Потому что у нас не будет конкурентов. Понимаете, Аркадий Борисович, вот так вот выбирается шиномонтаж. То есть для начала, это приветливый персонал, глаза светлые, ясные, в сознании, ни под чем вообще. Ни под алкоголем, ни под синим, ни под зеленым. Твердая, ровная речь, правильная, без матов, без всяких афоризмов с клиентом. Это, ну, так можно в нашей среде, да. Объяснять мы технологию ремонта можем между собой, а с клиентом так нельзя. Вежливо, улыбка. Ну, конечно, чисто должно быть в мастерской. Технический беспорядок допускается. Но все остальное должно быть чисто, обслужено. Ну, как бы, поддерживать нужно чистоту. Это раз. То есть человек, ну, простой, в моем понимании, простое, что можно сразу выдать нормальную мастерскую. Ну, конечно, порядок, все на своих местах, технически оснащенный, правильный центр. Это говорит, как минимум, о том, что у людей есть какие-то технические знания, методички. То есть люди уже просто не от балды это делают из головы. Они, соответственно, просто принципиально в чистом мастерской при опрятном виде внешнем любого сотрудника, не только шиномонтажки, доктора, да, мастера на станции, который вас встречает, лицо компании, да. Не босс же лицо компании, а шиномонтажник, лицо компании, который предоставит услугу. И по его виду определяется, кто в компании руководитель, как он относится к своему бизнесу и так далее. Это внешние факторы, сразу бросающиеся в глаза. И человек, тут очень просто, который уважает себя, мастер, он, соответственно, будет уважать и вас, и вашу частную собственность, и ваш автомобиль. Про грузовой шиномонтаж сейчас говорить не буду. Там другая тема. Там хозяин, хозяин, хозяин далеко. Машина, да, да, потом, коротко, машина предъезжает, водили эту машину, хозяину водилу, купи мне, говорит, крышку на бак, он звонит боссу, говорит, у меня солярку ворует. Он говорит, иди на баке, все, отстань от меня. Вот такие вещи, понимаете. Здесь частная собственность. Люди эти машины купили, накопили, своровали, что угодно. Они купили, это их частная собственность. И он дорожит этим. И вот это нужно ценить. И человек, который относится к этому, протирает диск, обращает внимание, делает все аккуратно. Вот это уже первые признаки, то, что здесь работают хорошие мастера, которым можно доверить, свою безопасность. Это не просто слова, это говорить и Леонид, работать. На ларгу звонил парень, я ему сказал, он снимает сам колеса, несет нам, мы их делаем. То есть считаешь по прайсу, все как положено. Я не знаю, он, все, что он не захочет, мы ему должны сделать. Вот, пожалуйста. Позвонил клиент, хочу это, хочу это. Делаем все, что хочет клиент. Он платит. И не дорого. У нас прайс все нормально. Да, тут много моментов. Это да, а сколько стоит должен шиномонтаж? Тоже одна из тем наша с собой диалога. Вот это сразу, я сразу говорю. Шиномонтаж. Дорого, что такое дешево. Потому что я слышал всегда. Всегда шиномонтаж всегда дорого. А почему не бесплатно? Сколько дорого, Аркадий Борисович? Ну это все видишь, понятие такие. Какая машина, какие шины, диаметр, что вы про что? Тут все относительно. Конечно. Смотрите. Тут такой же принцип, как в выборе шиномонтажа. В услуге, в услуге, я был убежден всегда это, да? Ты мог устанавливать свою цену. Конечно, есть рынок. Вот ты находишься в районе, ты развиваешь точку. Ты никогда не сможешь задрать цену, как в именитых сетевых шиномонтажах или там, которые уже за годы, десятилетия наработали свою клиентскую базу, но дело не в клиентской базе, дело в доверии клиентам. Они заслужили доверие клиентов. А ты можешь открыться на супер оборудовании, супер мастерами, ну просто специалист, да, но тебя никто не знает. Ты мог работать в этой компании сетевой, прийти открыть свой, но тебя никто не знает. И ты можешь поставить в два раза меньше цену, чем у них условно. Я не буду сейчас цифрами апеллировать вообще. И к тебе никто не поедет. Никто не поедет. Если рядом есть шиномонтажи, как у нас это было, когда мы открыли вот эту точку год назад, мы ее взяли убыточную, ее продали людям, мы ее купили задорого убыточной и начали в нее вваливать свои силы, умения, искусства и вот знания. Все начали предлагать стоимость, изучали всех конкурентов. Мы вынуждены были уронить стоимость не ниже, чем у всех. Не надо ломать рынок. Так же, как у всех. И потихоньку просто делали свое дело. То есть я знаю, что эта услуга стоит дороже. Я знаю, какие аспекты у нас мы делаем, то, что не делают других шиномонтаж за те же деньги. То есть мы ее делаем лучше, но за те же деньги. И вот на это уходят сезоны, год, два. Но это также инвестиции. Но ты в первую очередь должен доверие, как бы у людей выход. Это не все выдерживают. Многие даже не хотят этим занимать. У многих другая стратегия. Он просто взял, получил и забыл. Все. У нас другой подход. У нас очень глубокие подходы. Цоанализы. Как себе делали. Все очень просто. И понимаем, что мы делали. Поэтому стоимость не вообще... То есть шиномонтаж можно сделать условно за 2000, а можно за 10. И это и то будет нормально. Вот, например, вот такая штука. Вот сейчас я вам скажу. Называется лизун. Лизун. Вот кто знает, что это такое? Я знаю. Вы знаете, да. Вот вы знаете, да, как продавец. А как... Когда они предлагали такую услугу, есть люди, да, которые очень любят, чепетильно, очень-очень относятся к себе и к своему автомобилю. Да, реакция еще есть. Дети, возможно, будут. Так вот, они хотят, чтобы у них все было вообще идеально. И когда человек приезжает за такой услугой, мы ему обязаны. Не важно, как у тебя шиномонтаж, ты ему обязан предложить эту услугу. То есть ты должен все делать, все, что человек спрашивает. То есть вот есть спрос, дай предложение. Все очень просто. Это для чего? Для снятия клея на внутренней поверхности диска литого. Старый скотч, а старый грунт. Все правильно. Люди говорят, вот надо снять. Когда много-много клеят, то там уже все черное. Это некрасиво. Если начать счищать ножом, это повреждение лакарочного покрытия. Это не так криминально, но покрасить можно диски, конечно, потом. Но, тем не менее, есть такая услуга. Она за деньги. 100 рублей стоит очистить диск, условно, у нас. И те, кто хотят, они этим пользуются. И таких примеров уйма по шиномонтаже. Да в шиномонтаже таких примеров масса. Да, в деталях. Но когда ты в это погружаешься глубоко десятилетиями, то ты начинаешь немного паранойить.